Утренняя тренировка чемпионов мира по обыкновению изобиловала сюрпризами. О приятных чуть позже. Сразу бросилось в глаза отсутствие двух армейцев с Невы, Константина Горовикова и Сергея Зубова. Как выяснилось чуть позже, это был сюрприз не только для журналистов. Мы недовольны поведением команды СКА. В связи с тем, что мы получили известие о неприезде их игроков только вчера в полтретьего после обеда. Вы сами понимаете, что в выходные дни, когда игроки распущены во всех командах и кого-то найти, это практически невозможно. Нам повезло, что мы смогли найти и Гуськова, и Счастливого. Грубо говоря, это подстава. И мы высказываем свое недовольство тем, как поступает команда СКА. Самих игроков ожидали более приятные сюрпризы. Одним из таких стало изобилие предложенных Вячеславом Быковым видов спорта. К уже привычным велоспорту, тяжелой атлетике и софтболу добавились упражнения со скакалкой, импровизированные прыжки на батуте и сухопутное плавание. Новшества пришлись ко двору не всем. Максим Сушинский сразу, видно, не силен в одной из разновидностей художественной гимнастики. Зато Сергей Зиновьев, как видите, со скакалкой обращается не хуже, чем с привычной клюшкой. Наблюдалось разнообразие и в плавании. В сборной России настолько разноплановые игроки, что даже такое упражнение выполняют по-своему. Так Олег Сопрыкин и Алексей Морозов плавают разными стилями. У каждого отличается от каждого. Сейчас это олимпийский сезон и сейчас идет подготовка. Тренера просматривают кандидатов и подходим к этому с полной ответственностью, потому что все ребята хотят попасть в олимпийскую сборную. По словам тренеров сборной, с составом команды на Олимпиаду в Ванкувере они уже определились. Пока оглашен список из 50 кандидатов. В их числе нет нападающего СКА Алексея Яшина. Только работа, ничего личного. Какие-то игроки просто в силу обстоятельств или в силу того, что не подходят под наш рисунок, но не попадают и все. К сожалению, Лешка оказался в этом списке и здесь другого обнесения нет. Я его очень уважаю. Это тоже человек, который сделал много для хоккея для нашего и был капитаном сборной. Ну, таков наш выбор. Отдельно отметим, что больше 40 минут оба тренера отвечали на любые вопросы. Открытость – один из брендов нынешней сборной. Вячеслав Быков настолько разоткровенничался, что выдал одну из самых тщательно скрываемых тайн. Теперь все знают, кто именно может помешать сборной России выиграть Олимпиаду. Нам может помешать Канада, шведы, финны, чехи. Остается пожелать, чтобы до начала Олимпиады этот список не ширился за счет недобросовестных клубов КХЛ и прочего форст-мажора. Сергей Щербаков, Артем Кузнецов, Инфокс. Продолжение следует...